Есть такая замечательная сеть магазинов под названием Пивоман, и это никак не связано с моим ником в Инстаграме, и уж тем более не реклама, сейчас поймете почему. Так вот, многие люди, которые туда ходят, и в том числе один из моих подписчиков, Олег из Казани, привет, считают, что это прямо-таки самая обычная мерзотная разливайка, которых полным-полно по всей нашей необъятной. Однако, Олег считает, что есть там одно пивко, которое, точнее, один производитель, который поистине заслуживает более, чем заслуживает нашего с вами внимания. И об этом пиве прямо вот должна узнать вся Россия. Ну, конечно, у меня же подписчиков больше, чем у Первого канала. Ой, да-да-да-да. Так вот, значит, захожу я в одну из таких точек сегодня, и самое интересное, что когда я гуглил ближайший магазинчик, я не нашел ни одного во всем городе, в которого была бы оценка в 2GIS'е выше, чем 3 звезды из 5. Это еще не читал отзывы, мне кажется, там вообще просто трэш. А та, в которой я был, обладала оценкой 1,6 вообще. Ну и, собственно, когда я зашел в этот магазинчик, мне сразу все стало понятно. Ну, я-то пришел за конкретным пивом, поэтому подзываю девчонку, говорю, есть у вас такое пиво интересное, называется зеленый. И она такая, самородок? Я говорю, именно он, и она вывели из продажи по всей сети. Твою мать! Так мне и не признались, за что его вывели из ассортимента. Однако, я догадываюсь, что, скорее всего, на него была слишком высокая цена. Там порядка рублей 150, может быть, выше за 0,5. И это действительно дорого, учитывая оценки этих магазинов 2GIS'е. Сразу можно понять, какой там контингент водится. Ну и таким людям нетрудно догадаться, что им не нужно такое пиво. Им лишь бы подавай, чтобы было дешево и сердито. Однако, вот другое пиво тоже не дешевое. И того же производителя Елецкого пивоваренного завода почему-то пользуются спросом. И это вот именно в таких вот баночках. Правда, мне посоветовали взять трехлитровое. Я говорю, идите нахрен. Оно стоит пятихаточку за сколько там? Ну, три литра, да, получается. Здесь 0,65, по-моему. И вот такая баночка стоит 159 рублей. И это прям вот, прям на настоящий хит продаж. Особенно вот это вот хмелевое. Здесь также плавают шишечки хмеля. Это крафтовое. Здесь тоже плавают. И не только плавают. Даже вот здесь крышкой зажали. Так небрежно. Вот ты уроды. И вот продавцы говорят, что покупатели прям дико кайфуют с этого пива. Даже несмотря на его высокую цену. Ну, понятно. Ностальжи, времена СССР, все дела. Мне кажется, если бы они еще здесь написали вот эти вот наисвятейшие три дня срока годности, то они бы просто писались кипятком. Особенно, знаете, вот эти вот поклонники теории порошкового пива. Но, слава богу, здесь не три дня срока годности, а целых 60 суток, что, ну, в принципе, довольно самонадеянно. Они тут написали, да, срока годности 60 суток. Но мне как-то это пиво не нравится на вид. Во-первых, оно отсюда уже пахнет. А оно так не должно пахнуть. А во-вторых, оно вот в таких прозрачных баночках, что лично меня настораживает. Как бы мне завтра не пришлось, знаете. Но, как говорится, что, назвал с пирожком, полезай печь. Тестировать надо. И также я взял замену тому самому зеленому самородку. Это вот, пожалуйста, Елецкая. Ну, вот я его в красивую такую кастрюльку. Вот интересно, да, я сейчас в отеле нахожусь. Вот, значит, открывашки для пива у них, значит, нет. Зато вот эта вот гребаная кастрюля со льдом, у них она есть. Нахрена она мне, казалось бы, нужна. Ну, как бы оно и нахуй ленадо, допустим. Так оно и пусть будет. Так что вот я взял вот это Елецкое золотое. И тут тоже, кстати, как и в зеленом самородке, плавает шишечка хмеля. И также я взял тоже Елецкое пшеничное. Здесь, по-моему, кстати, ничего не плавает. А, нет, тоже шишечка плавает. Так что такое вот интересное пиво ни разу не пробовал, чтобы вот именно вот с хмелем. Но, честно говоря, вот это мне не особо как-то на вид нравится. Потому что, ну, я не люблю, когда ты пьешь однородную жидкость, чтобы там что-то тебе попадалось. Поэтому, не знаю, придется мне как-то либо аккуратно наливать. Ну, ситочки у меня здесь нет никакой. Так что давайте переходить к пиву. Собственно, сама пивоварня, это Елецкий пивоваренный завод. Насколько понимаю, он существует довольно-таки давно. Это одна из старых пивоварен. Ну, и, собственно, они сами здесь все о себе написали. Я, честно говоря, не гуглил. Там существуют они с 1800 какого-то года. И у них есть собственная солодовня. Это означает, что они покрывают не только собственные потребности, а, скорее всего, еще и продают этот солод. Так что, в принципе, пиво свежее. Все июньское, что то, что другое. Ага, ага. Все оно не пастеризованное, то бишь живое. Так что будем пробовать. За радио. Итак, начинаем с Елецкого золотого. Характеристики у него прям стандартные. Это 4-5% алкоголя, 12% плотности. В составе вроде как тоже все натурально. Что ж, а, кстати, да, единственное, они интересно так пишут в составе, что не хмель, не хмели-продукты, а гранулированный хмель. И вот, кстати, хочется затронуть эту тему. Шишечка внутри вроде осталась, да. Хочется затронуть эту тему. Многие сразу видят хмели-продукты в составе и начинают. Ага, все, какую-то химию добавили. Мы пиво пить не будем. Пиво будет, скорее всего, говно. Не натуральное. Так вот, гранулированный хмель, это и есть хмели-продукты. Это то же самое, что и кубики рафинада. Мы же не перестаем его называть сахаром, правильно? Вот и с хмелем то же самое. Просто хмель сам по себе, вот если посмотреть на эту шишечку, она ни хрена себе не весит. А логистика такого хмеля, она довольно дорого выйдет. Потому что веса занимает мало, объема занимает много. Соответственно, хмель выйдет, ну, практически золотой. Поэтому и делают те самые гранулы, брикеты. Есть даже хмелевые экстракты, которые, знаете, такие в шприцах продают. Они как вот, как гель такой получается. Это все сделано исключительно в экономических целях. Для того, чтобы хмель, ну, просто можно было больше перевести хмеля. А как мы знаем, хмель у нас практически весь импортный. Поэтому, если бы мы все производили из шишечек вот таких, то, ну, пиво было бы действительно очень, летало бы в копеечку. А так, даже у великого пивного мастера, к сожалению, нет его в живых. Это Вольфганг Кунце, который написал замечательную книгу «Технология пива». И она, знаете, является настольной библией практически там каждого домашнего пивовара. Да и не только домашнего, но и промышленного тоже. Так вот, он в этой книге еще давным-давно писал, описывал много разных преимуществ именно хмелепродуктов. То есть, гранулированного хмеля, потому что вот именно для масштабного автоматизированного производства он имеет очень большие преимущества по сравнению с самими шишечками. А называется все хмельпродуктами просто потому, что наш закон запрещает называть хмелем все, кроме, собственно, самих шишек хмеля. Вот и все. Нет здесь никакой теории заговора, нет никакой химии и прочей подоплеки. Так что давайте пробовать приходить к пиву. Что-то я заговорился. Пеночка была у него, кстати, неплохая. И мне она нравится. Хоть она быстро осела, она охотненько так цепляется за стенки бокала. Оцениваем аромат. И аромат, знаете, он такой наполовину солодовый, наполовину хмелевой. В принципе, стандартно для лагера светлого. Кстати, цвет такой мне нравится. Он хоть бы наватенький, но такой прям золотистый. Санинкой не назовешь. Хотя в аромате кое-что вот нотки небольшие присутствуют. Ладно, пробуем. И знаете, это прямо-таки вкусно. И по сути вкусно. И по вкусу вкусно. У меня вообще здесь никаких претензий. Оно меня, честно говоря, удивляет. Я не любитель светлых лагеров. Однако, вот это одно из немногих, которые я прям вот с превеликим удовольствием допью до конца. И пиво не лишено смысла, скажем так. Обладает определенной изюминкой, что мне вот прям вот нравится. Я каждый раз ищу какой-то, знаете, индивидуальный неповторимый профиль. И который вот выделяет пиво на фоне всего вот этого остального. Вроде бы разнообразного, но одинаково безликого. И вот это пиво, как раз оно действительно выбивается. И не знаю, какую роль здесь играет вот эта вот шишечка, которая плавает. Не знаю, видно вам или нет. Но вот хмель здесь очень интересный. Прямо вот такое ощущение, как будто они здесь использовали сухое охмеление. И он такой прям вот такие вот не горький, а ароматный. И он такой обволакивающий. Мне прям очень нравится. И очень классно пиво сбалансировано с точки зрения, очень хорошо в тандеме играет и солод, и хмель. То есть это солодовая база. Все-таки она чувствуется. Вот этот вкус солода. И, ну, чуть-чуть он приправлен сладкой ноткой. Конечно, возможно, они тут добавили сахарка. Потому что на послевкусии вот прям вот эта вот сладость небольшая чувствуется. Ага, ага, да, да. Все-таки они добавили здесь сахар немножечко. Вот. И это прикольно. Это прикольно. Мне нравится. И хмель, он также сопровождает нас и в теле пива, и в послевкусии. И вот он прям такой ароматный, классный, приятный. И вообще никаких претензий. И за счет того, что пиво нефильтрованное, не... А, не-не-не-не, стоп. Я вас немножечко обманул. Это пиво все-таки пастеризованное. Не пастеризованное у нас вот в баночках. И вот как раз насчет него у меня есть опасения. А здесь со вкусом вообще все в порядке. Прям топ. Обалденно. И это просто... Просто шикарно. Переходим к следующему варианту. И это пшеничное нефильтрованное. И тут у нас шишечка... Ой-ой-ой. Всплыла и вспенила нам все пиво. И попала в бокальчик. Ну ладно, зато посмотрим. По всем традициям пшеничного нефильтрованного у него, несмотря на то, что я даже небрежно налил, очень высокая шапка пенки. Очень густая, насыщенная. Соответствует полностью этому пивному стилю пшеничного нефильтрованного пива. Правда, я не знаю, выполнено оно в баварском стиле или нет. И сразу же по запаху я чувствую, что да-да-да, это именно баварский вайцин. Что ж, интересно. Как раз у меня была битва пшеничек. И с оглядкой на те 15 экземпляров... Кстати, если не смотрели выпуск, ссылочка тут и там будет. Это прям, мне кажется, самый топовый выпуск. И по трудозатратам я его очень долго снимал, очень долго монтировал. Ну и, собственно, не зря, не зря труды мои не прошли даром. Очень много положительных, классных комментариев. И просят еще, просят еще, но теперь уже пшенички в бельгийском стиле, то бишь бланши. Так, ладно, давайте переходить непосредственно к этой пшеничке. Но для начала порыбачим, немного выловим вот эту вот шишечку хмеля. А то она будет немножечко мешать. Какая она красивая. Нравится, нравится мне вот это растение. Оно действительно уникальное, обладает просто замечательными своими свойствами. Это одно из, мне кажется, главных открытий человечества. Ну, в общем, давайте пробовать. Правда, тут еще листочек один. Да, кстати, по аромату. Это чистый баварский вайцин. То есть тут и дрожжевые нюансы, и, ну, пресловутые ноты банана, гвоздики. Да, хотя многие там взмущаются, где ты их там находишь. Ну, это действительно, оно имеет место быть. И оно прям закреплено в описании пивного стиля. Что ж, давайте пробовать на вкус. Вот это то, о чем я говорил. Не люблю я его. На хрена вот это вот делать? Оно плавает и мешает наслаждаться вкусом. А вкус, между прочим, очень неплохой. Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Я вот сейчас пока пробовал, поймал себя на мысли, что если бы мне налили это пиво вслепую, то, скорее всего, я бы подумал, что это какой-нибудь прям хороший такой баварский вайцин. Рублей так за 150-200 по типу там Вайн Штефана или Шнайдер Вайц какого-нибудь. Ну, потому что действительно мастерски сделано с, самое главное, с пониманием пивного стиля. Потому что это, ну, не знаю почему, но какая-то редкость среди пивоваров. Не каждый пивовар, к сожалению, разбирается в пивных стилях. Здесь я просто снимаю шляпу. Молодцы, ребята. И мне очень нравится, что здесь, кстати, низкий процент алкоголя, 3,5 всего. И при 12% плотности они умудрились сделать так вкусно, так вот прям нажорист. Вот, ну, не дать, не взять. И очень такой вкус обволакивающий. Ну, прям вот все. Вот прям я растекся, растаял. О, мой господи! Вау! Насыщенность вкуса и солодочек. И вот эти банан, кстати, не так сильно чувствуется во вкусе. Также обладает небольшой такой вот прям вот легенькой подстегивающей кислинкой, едва заметной. И хмель вот этот самый, он тоже здесь как не мешает. Вообще никак не мешает. Он хоть и не нужен вообще в принципе в пшеничках, но он такой вот прям вот на легком-легком такой фоне. Чисто вот поддерживает общую вот картину. И, блин, ну, я не знаю. Это классно. Это мастерски сделано. И вообще никаких претензий. Очень классное пиво наравне с немецкими вайцинами. Вполне себе я бы поставил его, честно говоря. Ебать, я в шоке, нахуй! Ну, потому что если сравнивать, допустим, с нашими отечественными пшеничками, это однозначно лучше, чем хамовники баварская. Да простят меня им пока, но все-таки они такие больше ближе массовые. Здесь скорее, ну, такое что-то типа региональное пиво. Но действительно сделано круто. Ну, кстати, 100 рублей за бутылку. 100 рублей за бутылку. Если бы оно было импортное, оно бы, наверное, и стоило как какой-нибудь Шнайдер Вайс. Собственно, в два раза дороже. И однозначно это тоже вкуснее, чем тот же Юсберг, который тоже, собственно, неплохой. Ну, вот, это пиво, оно прям на голову повыше и действительно кайфы. Единственный минус этого пива, знаете, в чем... Фуц! Нахрена вы это сюда суете? Нахрена вы, блин, мешаете просто наслаждаться этим вкусом? Ну, конечно, я понимаю, что это определенная фишечка такая, изюминка, да? А так, еще раз повторюсь, просто никаких претензий. Пиво классное. Если вы любите пшеничку в баварском стиле, это прямо-таки топ за свои деньги. Балдешно! Итак, переходим к нашему пиву а-ля из СССР. Что-то как-то она даже вообще не герметично закупорена, не закупорена ни разу. Вот какие-то уже, знаете, типа а-ля бензиновые разводы я уже наблюдаю. И, честно говоря, пахнет это пиво так себе. Честно, я боюсь очень его пробовать. Что ж, чего не сделаешь ради профессии? Давайте-ка потихоньку это как-то наливать. О-о-о, все. Понеслась, моча-подруга. Суки, вот кто это придумал? Честно говоря, вашу душу мотал, чтобы вы знали. Нахрена вам нужны эти банки? Это не герметично. Это не целесообразно с точки зрения сохранения вообще напитка в целом. Тем более живого. И очень неудобно наливать. И все это выходит у нас с мусором. Что ж, не знаю, прям вот очень мне не нравится. Запах, блин, какого-то... Очень-очень неприятный. Такой, знаете, кислятиной в перемешку с водопроводной водой. Вот этой вот, знаете, нефильтрованной. Да. Да. Еще, говорит, покупает трехлитровую банку. За почти 500 рублей. Сколько? Слушайте, ну, это настолько отвратный вкус, я даже описывать его не хочу. Потому что, ну, пиво откровенно испорчено. Испорчено кучей артефактов в нем. И... Возможно, оно в свежем варианте, когда его только сварили. Возможно, оно и неплохое. Но вот это вот, извините, честно говоря, такое ощущение, как будто бы с унитаза просто хлебнул воды. И... Мне кажется, и то, там было бы менее противно. Потому что, там, ну, просто вода, да. А здесь какая-то, я не знаю... Мочи ослины. Знаете, где так пахнет? В деревенском туалете. Вот этом, знаете, самом простой, который вот, блядь, с дыркой в полу. Вот прям вот такие же... Зловоние оттуда исходят. 50 оттенков мочи. Да, попробуй там, что-то там прочувствуй. И... Я так понимаю, вот в этом крафтовом экземпляре будет все то же самое. Ну, для профайла, скажем так, скажу. Ну, что здесь 4-5% алкоголя, 12% плотности, насколько... Да, да, 12% плотности. Тоже здесь сахарка добавили. В том, нихрена тут не чувствуется. Понятно, что тут почувствуешь. А здесь уже немножечко поплотнее. Вот смотри, ты открываешь крышку, уже здесь у тебя вот хмель. Чё это? Это вообще ни в какие ворота. Ну, вот, блин, кому вот это вот нравится? Вот что это вообще? Я засрал весь стол в гостинице. Такие же вот эти вот бензиновые разводы. Оно, кстати, немножечко поплотнее. Здесь 14% плотности и... 4,7% алкоголя. Что ж... Пипец. Слушайте, ну вот это вот не так противно пахнет. Здесь отчётливо прям чувствуется карамельный солод. Кстати, он, по-моему, и есть в составе. Да, да, да. Есть солод светлый, есть солод ржаной даже. И вот солод карамельный. Очень здесь хорошо прочувствуется. И также есть сладкая нотка. Ну, хотя бы это не противно на аромат. Что ж, давайте пробуем. Да, да. Это всё такое же говно. Всё такое же испорченное, никуда не годящиеся пиво. Которое отдаёт вот этой алкашечкой небольшой. Хотя 4,7% алкоголя. Откуда бы и взяться там. Ну, а так это, ну, солодовое, сладкое тело. Немножечко карамели. Немножечко жёночки. Вот этой вот жаренности, да. В аромате. Ну, точнее от ржаного солода, да. Вот есть такое, знаете, квасной такой привкус. Имеет это пиво. Но в целом так же никуда не годится. Да. Вот за эту хрень я отдал более чем 300 рублей. Хорошо, что я не взял в трёхлитровых. Умоляю вас просто не берите. Не берите. Это пиво, которое уже вы покупаете. Я уже много раз говорил, когда мы берём разливное пиво. И вот сюда же добавлю вот пиво в такой таре. Это просто бомба с уже запущенным часовым механизмом. Пиво уже, уже начало там портиться до того, как вы его откроете. И ничего хорошего в этом нет. Это исключительно маркетинговая ставка на вашу ностальгическую реакцию. Так что вот эти два экземпляра отправляются смело в унитаз, где им собственно и место. А вот эти я с превеликим удовольствием. Ой, хорошо, что они есть. Иначе вечер можно было бы считать попросту испорченным. Вот такой вот обзор, друзья. Олег из Казани, спасибо большое за наводку. Не знаю, честно говоря, каков на вкус тот самый зелёный самородок. Насколько он перекликается вот, допустим, с этим елецким, да, золотым. Ну, я думаю, что-то плюс-минус я понял, что пиво в принципе классное. И понял, что в зелёном самородке побольше именно вот хмелевой составляющей. Что-то такое, знаете, а-ля больше крафт, ближе там к IPA. Либо может быть там сессионной IPA. Но в принципе, в принципе я вектор понял. И обязательно, если найду это пиво, обязательно его попробую. Что ж, вот такие выводы у нас на канале. Если пробовали елецкое пиво, обязательно пишите в комментариях. Особенно, если пробовали вот в такой таре. Ну, это просто, я не знаю, у меня слов нет, если честно. В общем, ладно, ребята, не будем о плохом. Пейте только хорошее пиво. Помните, лучше по чуть-чуть. Ну, а с кайфом. С вами был Алан. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok